Человек боксирует так, какой у него характер Блестящая боксерская карьера Олега Саитова сложилась на редкость предсказуемо И напоминала прямую как струна магистраль Он был звездой детского ринга и стал звездой взрослого Начиная с 14 лет Олег Саитов выигрывал практически все Внутрисоюзные и международные юношеские и юниорские турниры В которых принимал участие Когда-то Олег Саитов всерьез задумывался о музыкальной карьере И даже записал несколько дисков песен в собственном исполнении И это очень напоминает нам о легенде американского бокса Золотом мальчике Оскаре Далахое Но не только этим Яркая обаятельная внешность Исключительная двигательная одаренность Ранние успехи Богатейшая коллекция всех мыслимых титулов любительского ринга Позволяют нам без натяжки назвать Олега Саитова Золотым мальчиком российского бокса То, что в нашем боксе вот-вот появится новая суперзвезда Стало ясно еще в советские времена Тренеры сборной положили глаз на 16-17 летнего Олега Еще в бытность Советского Союза И в общем-то он не обманул ожиданий Олег Саитов очень рано заявил о себе Уже в 14-летнем возрасте Он стал серебряным призером юношеского чемпионата России Тогда же его взяли на заметку тренеры сборной страны Всем было понятно Если не произойдет ничего непредвиденного Этот самарский, а тогда еще Курбышевский мальчишка Непременно станет звездой любительского ринга Основная моя черта была с детства То есть я старался не давать себя обидеть То есть это, если что, там, голову куда-то или защита Но не дать себя избить Это вот такая Но я считаю, что для боксера это очень важная и нужная черта Потому что в первую очередь бокс это искусство защиты А в вторую очередь это уже искусство нападения Первое впечатление такое же, как и впечатление, которое осталось За все время выступления Олега Саитова на боксерском ринге Это очень умный, талантливый Боксер, пропагандирующий игровой вид спорта Игровую манеру боксирования Видимо, хорошая квинтэссенция советского бокса Как боксер экстракласса Олег Саитов Сложился под руководством заслуженного тренера России Игоря Уткина У которого он начал тренироваться с 16 лет Именно Уткин, с учетом изменившихся правил бокса Формирует виртуозный стиль Саитова На долгие годы ставший визитной карточкой нашего бойца Когда мы приезжали на соревнования Я просто хочу сказать, что практически каждый турнир Каждый чемпионат Судьи судят все равно немножко по-своему Где-то удары в живот считают, где-то не считают То есть какие-то установки даются первоначальным судям То есть на что обращать внимание, на что не обращать Здесь, когда начинался первый день соревнований Я вот выходил, садился и смотрел Вот бой идет, я считаю свои очки Потом смотрю, что не считали судьи И когда я понимаю, что судьи считают, что не считают Исходя из этого, я еще на каждое соревнование ставил Примерно свои планы работы То есть я знал, что судьи считают Это надо делать, что судьи не считают Это делать не надо Если челноки, как правило, после нанесения ударов или серии атак Пытались на ногах уйти либо в сторону, либо назад То Олег, ввиду изменившихся правил Когда стали считать вот эти вот резко возросшее количество Несильных, но огромное количество ударов Он просто после нанесения недлинных серий Два в три удара стал входить на ближнюю дистанцию Клинчевать соперника И соперник не успевал сделать никаких чистых ударов Это оказалось, это простое, эффективное решение Оказалось полной неожиданностью для всех его противников И около 10 лет почти никто не мог найти противоядие этому стилю Олегу Саитову повезло тренироваться в одном зале С последними звездами, уходящего в прошлое советского бокса Он многому учится у них В 1992 году Саитов с блеском побеждает на чемпионате Европы среди юниоров А несколькими месяцами позднее на чемпионате мира среди сверстников в Монреале Где Олегу был присужден приз лучшего боксера турнира Как я вспомню, как он фехтовал на ринге Это выпады его, эти изящные уходы, уклоны Кому-то нравится такой агрессивный, кровожадный стиль А мне вот лично, ничего кроме, я вспоминаю Саитова И одно слово, восхищение Год спустя Саитов дебютирует во взрослой сборной Он становится одним из последних чемпионов СНГ А затем завоевывает бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки В 1994 году Олегу Саитову всего лишь 20 лет А за плечами внушительный список громких побед Наступает знакомое всем великим чемпионам испытание медными трубами Появляются признаки моральной усталости И как следствие, некоторые снижения результатов Так или иначе, он стал занимать уже не первые места Около полутора лет он занимал вторые, третьи места И иногда даже оказывался без медалей В серьезных международных и внутрироссийских соревнованиях В общем-то, это был звонок, который очень аналитичный и вдумчивый Олег Этот сигнал понял и, что называется, взялся за ум Когда человеку все хвалят его со стороны Он потихоньку начинает верить, что он великий Это на самом деле опасное дело Это так называемые медные трубы Но я думаю, что каждому человеку, который что-то в своей жизни выигрывает Что-то в своей жизни делает Каждому человеку через это приходится пройти Поэтому пришло время, пришло сознание, пришло понимание Что самое главное, это вот здесь, в зале суметь сделать И вот там, выходя в ринг, не обращая внимания на что То есть сделать то, что ты должен сделать И когда к этому пришли, то есть все пошло нормально Все пошло своим чередом В 1995 году спортивная карьера Олега Саитова начинает вновь идти в гору На чемпионате мира в Берлине Олег довольно легко доходит до финала Где уступает чемпиону мира кубинцу Хуану Эрнандесу Однако уже тогда техничный и маневренный стиль Саитова Покоряет самых взыскательных любителей бокса Для меня это фехтовальщик, который находит брешь в обороне противника И тут же кидает свой кулак Причем эти жалящие удары, он может быть не обладал там Такой ударной мощью, нокаутирующим ударом Но он, понимаете, здесь как Что такое состязание двух противников на ринге Это состязание прежде всего в боксерской мысли А он своими поединками доказывал, что он лучше мыслит, чем его противник И то, что он лучше мыслит, это воплощалось в конкретные его точные удары Ну, я думаю, против этого трудно что-то возразить Через год Саитов и Эрнандес вновь встретятся в финале Теперь уже олимпийского турнира в Атланте Но здесь Олег не оставит никаких шансов Считавшемуся главным фаворитом турнира Двукратному чемпиону мира с острова свободы Так Саитов завоюет свое первое олимпийское золото Кубинцы, надо просто знать психологию куба То есть, как они выходят на ринг, что они делают Они психологи Вот Сагара, тренер у них, он, конечно, грамотный психолог И они всегда, когда выходят То есть, они всем видом показывают, что они сейчас съедят Тебе прямо дать и разорвут Самое главное, не обращать на это внимание Быть спокойным и уверенным Вот этот период, вот эта бравада Его надо, как бы, переждать, пересидеть, перетерпеть И потом, уже потом начинать Никто не ожидал, что так легко, так изящно И красиво В общем-то, не оставив никому ни единого шанса За все свои четыре боя на Олимпиаде Олег Саитов станет олимпийским чемпионом Особенно в финале с кубинским, если не ошибаюсь, чемпионом мира Первый раунд разведка Второй раунд, если посмотреть все бои, которые мы с ним боксировали Второй раунд уже пошло, прям как схватка уже пошла Там уже пошел разбор полетов И когда я почувствовал, что так, ну я веду бой Мне не сказали тренера, что, говорят, все нормально, все хорошо В таком стиле, но сейчас он на тобой побежит Это я понял, что, значит, я веду Понял, что осталось три минуты И буквально, если я сейчас эти три минуты выдержу Я могу стать олимпийским чемпионом Я так сказал, боже, дай мне стиль на эти три минуты И он дал Следующий олимпийский цикл Станет самым удачным периодом в его карьере К своему титулу олимпийского чемпиона Саитов добавит звание чемпиона Европы и мира В это четырехлетие он суперзвезда любительского бокса Безоговорочный лидер второго полусреднего веса Впереди Сидней и попытка стать вторым в истории нашего бокса Двукратным олимпийским чемпионом Олимпийские игры в Сидней стали одним из зримых свидетельств миллениума И они завершились для Олега Саитова триумфально Он не только завоевал свое второе олимпийское золото Но и был признан лучшим боксером турнира Вне зависимости от весовой категории Саитов стал первым в новейшей российской истории Обладателем любительского боксерского Оскара Престижнейшего кубкового Баркера Если честно, я бросал монету Вот так брал монету Или дальше боксировать, или уходить И монета, ну если орел, то боксировать дальше Если нет, то уходить И был орел Ну все, значит это как бы знак сверху Надо значит вперед На олимпийских играх в Сидне Олег Саитов был вне конкуренции Он легко и внешне непринужденно Обыграл всех своих соперников В полуфинале наш боец Выиграл у будущей звезды профессионального ринга Многократного чемпиона мира в полусреднем весе Даниэля Сантоса На олимпийском турнире Зрителям пристал зрелый и совершенный боец Неуязвимый виртуоз Технарь Демонстрирующий свое тотальное преимущество В скорости и интеллекте Бокс, продемонстрированный Саитовым в Сидне Был настоящим искусством Не случайно именно нашему чемпиону Был присужден приз Самого техничного боксера турнира Кубок Вэлла Баркера Я почему-то думал, что все-таки Дадут первоначально Лебзяку Александру Но вот этот бой последний Когда с Чехом он боксировал Как бы Он, наверное, смазал вот это все впечатление Потому что Как-то Чех слабенький И Саша как-то так Ну как он спокойно, спокойно в волне Просто выиграл То есть последний бой, я считаю, что у него так смазал А перед этим он очень хорошо провел все бои Я почему-то думал, что дадут ему Идем с Гоголем гуляем Тренер бежит с такими глазами Олег, быстро машину, сейчас едем Я говорю, куда едем? А можно на чемоданах уезжать? Кубок Баркера нам дают Я говорю, да ты что? Да, да, ура Ну получение приза Вэлла Баркера Это действительно ярчайшая, так сказать, история Ярчайший пример Что его признала и мировая общественность Почему? Потому что, ну, видимо, на тот период Саитов был самым лучшим боксером мира Олег Саитов разрушает стереотипные представления о боксерах Он яркий пример по-настоящему гармонично развитого культурного человека В отличие от многих своих товарищей Олег всегда предпочитал именно серьезную литературу Всерьез увлекался философией и различными религиозными учениями Именно это постоянное стремление к подлинной культуре и духовному росту Всегда помогали ему в трудные минуты И в конечном итоге, несколько лет назад Позволили ему совершить главный выбор в своей жизни Стать высорковленным православным христианином Честно говоря, когда пришел в восточную философию Начал там изучать, да, то есть это был Это поиск был То есть человек ищет в своей жизни Ну, для чего он живет Ответ на такие вопросы Для чего живет он, что ему нужно в жизни И вот как раз когда попалась такая Люди просто попадали и Начал смотреть и подумал, что это на самом деле правда Но когда вот Православный христианство начал изучать Понял, что это именно то, что это в наших отцах, дедах, прадедах и так далее То есть у нас в крови, это у нас в духе Александр Любзяков, он сказал, когда он ехал на Олимпийские игры Он в Владивостоке исповедовался у батюшки, причастился Ну, кто-то, может, не поймет, но вы меня поймете, как православный человек Что это, я считаю, было решающим залогом его успеха Я думаю, наверное, и Олегу Саитову То, что он пришел в православие Наверное, вот это помогло обрести какие-то Обнаружился новая сила И действительно, вот та Олимпиада, она была действительно яркой и показательной для него Два года ждал я этого звука После триумфа в Олимпийском Сиднее и второго Олимпийского золота Перед Олегом Саитовым в полный рост встал вопрос о продолжении боксерской карьеры Третье Олимпийское золото манило Но до него еще было долгих четыре года мучительных тренировок, кровопролитных боев, стрессов, отказа от нормальной жизни В пользу такой далекой и призрачной цели Цели, которую ты уже дважды покорял до этого Саитов колебался Игорь Уткин и главный тренер сборной Николай Хромов поняли, что Олегу необходимо взять паузу и отдохнуть Вместе с Олегом Саитовым они приняли решение сделать перерыв на полтора года А там, как говорится, будет видно После победы в Сиднее руководство федерации бокса нашего и главный тренер Николай Дмитриевич Хромов Понимали, какие нагрузки принял на себя Олег Саитов И как от многого пришлось ему отказываться в жизни Поэтому дали ему передышку в полтора-два года В следующем олимпийском цикле Впрочем, оставив на его усмотрение решение вопроса о выступлении уже в Афинах А что, как тут бой идет? Слава идет, он с дистанции чик, а тут, видать, с высокими не привык Привык с низкими Слава с дистанции раз, раз, раз Да, он по тулачу хорошо, Слава проходит, право и прямо Подумаем возвращаться? Подумаем? Подумаем За полтора года отсутствия Олега Саитова в национальной сборной Многое изменилось К чемпионату Европы 2002 года Николаю Хромову наконец удалось воплотить в жизнь свою мечту Создать команду уровня легендарной золотой сборной Виктора Агуренко И в этой команде не было свободных вакансий Олег Саитов не участвовал в боях чемпионата континента Но присутствовал на турнире в качестве почетного гостя Я хочу сказать, что от звезд здесь слепит глаза просто Завидно, но по-хорошему завидно Это были последние соревнования, проводившиеся в привычном для Саитова втором полусреднем весе С особым интересом он смотрел за победными выступлениями двух чемпионов Европы Тимура Гайдалова и Андрея Мишина Он понимал, что именно эти бойцы в будущем станут его главными конкурентами За место в олимпийской команде в новой редакции первого среднего веса Рассчитывали ли вы, что именно с Мишином вам придется провести финальный бой? Да, я думал, что даже можно сказать, я знал, что он будет в финале Ну, тем более, посмотрев жеребьевку Не то, чтобы там ребята были очень слабые, так скажем Слабых здесь нет, но он поопытнее ребят был Многое должно было решиться на чемпионате России 2003 года в Ульяновске И вот кульминация В финальном поединке встретились Олег Саитов и Андрей Мишин Без сомнения, это был самый яркий и бескомпромиссный бой турнира Он проходил с переменным успехом Однако, по мнению судей, в этом бою победил двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов На следующий год он во второй раз выиграл титул чемпиона континента И застолбил за собой право в третий раз попытать счастье в борьбе за олимпийское золото Хромов рассчитывал тогда не только на меня, а на Мишин То есть Андрей очень такой боксер, очень перспективный, сильный боксер Я думаю, что он рассчитывал как раз на него Почему-то, да Ну так получилось Не знаю, была внутренняя уверенность просто Мы готовились дома, готовились правильно, готовились хорошо со своим тренером То есть прошли хорошие сборы, я чувствовал уверенность За год до Олимпийских игр на чемпионате России В очень упорном поединке со своим главным претендентом Со своим главным соперником за место в сборной Мишиным Победил Олег Саитов Хотя многие считали то решение судей спорным Ну выиграл тогда Потом были еще соревнования Еще и в конце концов Просто из-за того, что Андрей гонял много вес У него там с печенью начались какие-то проблемы Что-то типа желтухи И он решил вообще завязать с боксом Ты встречаешься с соперником, когда он грубоватый, химоватый Как бы тебя это настраивает, заводит и так далее А здесь Артаев О, я у вас учился, у вас это И вот просто он вот эти вот, как скажем, меня убил, можно сказать Да, то есть я не смог на него как бы настроиться Как там я с уважением относился к этому сопернику Он там, я у вас учился И мне как-то даже неудобно стало выигрывать То есть он вот этим, конечно, взял Очень много такая Есть такая спортивная хитрость Так улыбайся спортсмену И он просто обезоруживает людей Сколько боксеров найдется, которые бронзовую медаль великую выдачу посчитают Но для такого мастера, как, конечно, Саитов, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, действительно, третья золотая медаль была бы Но он и так вошел уже в Ариапак славу мирового любительского бокса Сотни людей пришли встретить бронзового призера Олимпийских игр в Афинах Олега Саитова Понимая, что это были его последние соревнования Он с грустью смотрел на своих золотых товарищей и понимал Что он сделал все, что мог И что его путь пройден до конца Давай охота Родных увидеть, самое главное Пока не знаю сейчас Немножко неопределенность, что будет дальше, как с чего, посмотрим Третье олимпийское золото Выскользнуло из рук Олега Саитова В полуфинальном бою с казахом Бахтияром Артаевым Будущим обладателем кубка Велла Баркера Это был очень напряженный И противоречивый бой Что называется очко в очко Его итоговый результат до сих пор вызывает споры специалистов и любителей Конечно, чего-то не хватило Чего-то не хватило Но я думаю, что здесь Артаев немножко Той манерой боя даже похож немножко на Олега И столкнулись две равные тактики Тренер мне кричит Минута осталась Я понял, что минута осталась А что делать? А какой счет он мне не крикнул Он обычно мне кричит То есть очко проигрываешь Тогда деваться некуда Спасмена остается минута Он должен уже прессинговать Идти рисковать и так далее В Афинах Олег, на мой взгляд, боксировал как мастер Как звезда любительского ринга Но не хватало Чего-то не хватало в его боксе Какой-то свежести Какой-то остроты ощущений Он боксировал, как мне кажется, в большей степени головой, нежели сердцем И минута осталась Я думаю, что я выиграю, все нормально Я полминуты осталась А я вот, мне как заклинил, я думаю, что делать-то Или отыгрываться, или время наоборот тянуть И вот получилось вот так вот на этом Закончился бой Я говорю, что случилось, какой счет он проиграл Я говорю, что он крикнул, что проиграл на очко Будь такой был Он, ну, там, счетчик Там в одну сторону дай победу, в другую Там у Артаева не было никакого преимущества подавляющего Там точно так же могли бы руку Саитову поднять И никакого не в скандала бы ничего бы не было Наверное, выиграть и можно было бы Но я считаю, что все случилось так То есть я верю в то, что просто так в жизни ничего не случается И то, что произошло, это все, как бы, слышать Значит, так нужно Просто надо уметь принять это Жизнь продолжается Олег Саитов по-прежнему связан со спортом Теперь уже на государственном уровне Он с благодарностью принимает свою судьбу такой, какая она есть И никогда не жалеет о том, что могло бы быть, но не случилось Тем более, что ему посчастливилось Собрать одну из самых богатых коллекций трофеев В истории любительского бокса Я понимаю прекрасно, что человек один это сделать не может То есть без Всевышнего То есть это он взял, помог и, так скажем, все Ну, для чего ты мне это дал, показал Вот для чего я пока, ну, так скажем, до конца не знаю, разбираюсь Но это нужно было для чего-то Почему ты выбрал меня, почему не знаю В истории советского и российского бокса Есть всего два человека Которые по заслугам являются величайшими боксерами Один советского периода Борис Николаевич Лагутин и Олег Саитов Это уже в российском боксе Поэтому все термины или опции, которые есть в профессиональном боксе То, что вы назвали про золотого мальчика Оскара Далахоя Или там Untouchable Николина Лочи Или там Великолепный Флойд Мэйвезер Коллегу Саитову Любое из этих Прозвищ Можно Применить Так вот гурман пьет вино по глотку Наслаждаясь каждым глотком Так же можно каждым мгновением Боя Олега Саитова Настоящему боксерскому гурману Смотрите наслаждаться И от этого просто получать огромное удовольствие Олегу Саитову Увы не хватило совсем немного Чтобы стать трехкратным олимпийским чемпионом Тем не менее его место В летописи российского спорта незыблемо На сегодняшний день он самый титулованный боец В истории отечественного бокса Именно он Олег Саитов Навсегда войдет в аналы энциклопедии Как первый российский обладатель Боксерского большого шлема Выиграв все титулы любительского ринга Олимпийские игры Чемпионаты мира, Европы и страны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok